На 19 октября в Тверской области зафиксировано 110 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекции. С 12 октября в регионе по указу губернатора начал действовать масочный режим. Маска, по словам специалистов, способна сократить возможность заражения, причем не только от коронавируса, но и ряда других сезонных вирусных заболеваний. Теперь без нее никуда. О том, как соблюдается масочный режим в торговых центрах, в следующем сюжете. Без масочника вход в торговый центр заказан. Здесь бедит охрана. И всем, кто индивидуально беззащитен, предлагает вначале надеть маску, а затем уже начинать шоппинг. Без этого средства защиты теперь не обслуживают в магазинах. Проходимость сейчас на прежнем уровне у нас. На всех входных группах сотрудники службы охраны осуществляют контроль за соблюдением масочного режима. И надо сказать, что люди в основной массе сознательно относятся. Большинство граждан мы застали на территории торгового центра в масках. И молодежь, и граждан пенсионного возраста. Как вы считаете, нужно ли маску носить в общественных местах и почему? Ну, естественно, надо носить. Так как большая заболеваемость, я думаю, что надо. Даже молодым. Работая с детьми и со всеми, нужно защищать. Себя и детей, и окружающих. Есть риск заболеть в любом случае. Даже если нос откроешь, что-то выйдет и все. А ребенку одеваете или пока нет? Одеваем, но с трудом. Однако всегда найдется тот, кто на просьбу надеть маску реагирует неадекватно. Нередко на этой почве вспыхивают конфликты в общественном транспорте или холи торговых центров. Мы пообщались с гражданами и выяснили, почему они не придерживаются новых правил. Всегда носите маску в общественных местах? Нет, никогда не ношу. А почему? А почему сейчас маски? А потому что вот не пускают без масок. Тем не менее, противникам придется мириться с нововведением. В начале октября в регионе начал действовать масочный режим по указу губернатора. Глава региона Игоря Руде не отметил, что к общественным пространствам сейчас особое внимание. Большинство жителей Тверской области поддерживают новые меры. Жители все откликнулись очень позитивно на наши просьбы соблюдать режим. Поэтому мы считаем, что ввести обязательное использование масок в общественном транспорте пока будет достаточно. Если мы будем видеть, что у нас ситуация не выполняется, наши предписания и установки, то тогда, конечно, надо будет усиливать режим администрирования, в том числе и использовать административную практику. Ну, как минимум, это штрафы. Медики говорят, что маска способна ограничить распространение коронавирусной инфекции. Все медицинское сообщество поддерживает введение масочного режима, поскольку доказано, что применение масок более чем на 90% снижает риск распространения такой коронавирусной инфекции. Не стоит уповать ни на молодой возраст, ни на хороший иммунитет, ни на авось. Антисептики для рук, маски, социальная дистанция – все эти простые меры предосторожности способны снизить возможность подхватить вирус. Однако реализовать их на деле, как оказалось, не так-то и просто. Наравне с практическим вопросом, большую роль играет и моральный. Ведь соблюдение простых и действенных норм – в данном случае тяжелый груз социальной ответственности, которая, увы, не для всех подъемной.